всем добрый день утро мы уже все на участке а у нас тут опять прокопали он получается рядом от яма и еще прокопали и так по всей улице прокопали поближе покажу и вот еще прокопали 43 у меня спрашивают вот нам сюда накопали целой кучи земли меня спрашивают зачем мы выкапываем получается землю отсюда потому что смотрите вот у нас вот так вот прокопано было да и мы сделали это для того чтобы у нас стена если вдруг мокла истекала вниз то чтобы вот это место просыхало потом мы решили подушку мы никак не сделаем то есть не зальем поскольку у нас нету фундамента на если был бы фундамент можно было бы залить подушку и мы бы вот это место не откапывали а вот подушка здесь не получится это сто процентов потому что у нас нужно чтобы это место всегда было сухое и сохла вентилировалось под полами это место мы убираем поскольку нам эта земля но она не нужна зачем она нам у нас здесь будет во первых вот от этой земли и до пола получается воздушная прослойка теплая можно сказать тепло будет а если мы это место оставим то от пола до земли будет малое расстояние вообще 50 сантиметров по я почитала там по госту или как это называется в общем 50 сантиметров нужно от деревянного пола до земли чтобы было максимально тепло и полы не гнили а вот поэтому мы снимаем вот этот прослойку и еще будем глубже рыть потому что у нас здесь будет подполье нам хранить овощи то где на здесь будет подполье вот в этом месте вот земля здесь не нужна зачем она здесь это что это получается если бы мы это место оставили да вот этот вот вот грибочек это получается нам нужно было вот здесь вот выкопать углубиться сделать подполье а вот эту бордюри ну оставить что ли зачем она нам вот это вот зачем где не собираем землю чтобы под полом все дышало и вентилировалась от деревянного пола до земли должно быть не менее 50 сантиметров чтобы полы не гнили не мокрели и были теплые вот но у нас здесь чуть побольше около метра чем больше расстояние от земли до деревянного пола тем лучше ребята да и плюс подполье будет все это неспроста что-то мне еще там писали что мы лишние движения какие-то делаем никаких лишних движений не было если бы мы были миллионеры и сразу бы поставили фундамент и построили дом обычные обычные фундаменты там ленточной или подушку бы залили поставили бы на него дом и запилка бетона и все и меньше работы конечно но мы не миллионеры и в кредиты мы не собираемся залазить живем по средствам так сейчас мы попьем кофе и план работы такой у меня мне нужно вот это место закрыть сегодня это получается вот отсюда лежит утеплитель и до туда я закрою утеплю все открою полиэтилен утеплю там лишнее срежу вот торчит лишнее а у меня вон на уровне как все и разравнивала так и попробую поставить полиэтилен закрыть полиэтиленом вот как забыла сказать в прошлом видео что я сделала вот эти вот отливы вот они прокопала и они отсюда вот туда отвела воду он прокопала и вот пожалуйста вода стоит вот она замерзла здесь конечно подтаяла потому что солнце и вот и сюда отвела отлив и туда идет отлив вот вот такие дела сегодня мужики у меня получается будут вывозить вывезут землю а я до утепляю отвозку и попробую закрыть полиэтиленами окна три окна и еще если мужики у меня успеют убрать эту землю то денис и здесь нашьет коробку на дверь и можно будет ставить дверь вот такие планы у нас посмотрим что успеем сегодня сделать всем приятного просмотра а и и и и и Мои мужики копают. Вот уже сколько прокопали. И еще был один вопрос по поводу того, что мы будем закрывать. Зачем мы будем закрывать эту землю полиэтиленом? Потому что у нас суглинок и он пучинистый. Чтобы не было никакого пучения, мы просто перестраховываемся. Мы, конечно, могли бы и не застилать, и опилками не засыпать. Но мы просто перестраховываемся, поскольку мы здесь еще не живем. Вот поэтому мы это все делаем. Если бы мы сюда заехали и жили, мы бы, конечно, полиэтиленом не закрывали. Не закрывали бы землю, не засыпали бы опилками. И вообще, зачем застилается полиэтилен? Для того, чтобы из земли не тянула влага к полу. Мы, кстати, его убирать не будем, этот полиэтилен. О, не хватает, всегда так. Мы его постелим, сделаем полы, а полиэтилен, мы постелим полиэтилен и будем делать полы в следующем году или вот зимой. Но мы полиэтилен убирать не будем, потому что с земли тянет и влага, и холод. Поэтому мы перекроем землю полиэтиленом. И его трогать не будем, убирать его не будем. Вот. Потому что я где-то читала на форумах, что когда делаются деревянные полы, полиэтиленом перекрывается земля. Либо засыпается песком. Вот. Мы застелим полиэтиленом, пусть лежит. Будут теплее полы и дольше сохранятся. Как-то так. А сейчас мы их будем стелить, чтобы не было пучения. Земля трескается, ребята. У нас морозы по ночам, земля трескается. Днем плюс 10, ночью минус 10. Снимай меня. Много лишних движений. Кто что говорит? Пишут мне. Каких лишних? А у нас ровняют дорогу и проводят воду. По нашей улице тянут воду. Воду сюда тянут, прям по нашей улице. Отмерила я, получается, сюда с запасом метр 10, сюда метр 40. Сейчас буду метр 10 сюда отмерять и отрезать как раз метр почти полтора. Она в ширину. И получится на два окна точно мне хватит. На это будет мало, наверное. Вот. Ну, на два хватит. Толстый полиэтилен, он идет вдвойне, будет супер, наверное. Толстый полиэтилен. На этот матч с ней. Да. Толстый полиэтилен. Толстый полиэтилен. И это надо будет на степлер. Я наконец-то рада за соседей, что им воду подключат, потому что они ждали этой воды 5 лет. Наконец-то будет у них вода. Ну и у нас будет вода. Будем, если что, ходить у них, брать воду, платить им. Так что у нас вода будет. Соседи хорошие не откажут. Продолжение следует. ну вот я закрыла получается с этой стороны молитвен с этой стороны закрыла полиэтилен прям его присандалила я принеси неё помпончик сюда одеть прям присандалила вот к этой палки к распорке так и сделала здесь полиэтилен пока что на степлер и нужно сейчас еще палки где-то найти палками еще закрыть снизу то нет у нас получается этой деревяшек вот здесь то есть деревяшки и здесь есть деревяшки сверху есть а снизу-то нету но варболит хорошо это степлер втыкается я попробовала вот это окно попробовала хорошо втыкается при вообще и держится спасибо сама по ветер у нас поднялся держится смотрите на опилка бетон прям в опилка бетон степлером зафигачила ну как у нас тут что да да ну вот теперь у нас тут так безветренно глухо так стало эхо нету эхо нету у нас подавление работает остался маленький островок а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok